всем доброго времени суток с вами евгений боровин и сегодня мы будем вязать с вами поистине легендарную мушку мушку royal вульф за малым ей скоро исполнится уже сто лет с момента ее создания вязать его будем на двенадцатом номере крючка крючок я буду использовать от фирмы arex fw 503 серии что ж приступим немного наващим монтажную нить перед началом потому что монтажная нить у меня GSP тонкая она прочная но у нее из минусов она слишком скользкая поэтому надо ее ващить фиксируем монтажную нить недалеко от крючка и проматываем в сторону загиба монтажную нить я проматываю до середины цевья и возвращаю наполовину обратно данная точка будет являться точкой крепления нашего будущего крыла для постановки крыла в данной мушке я буду использовать мех сделала теленка можно также использовать мех с хвоста теленка более подробную видео инструкцию вы можете посмотреть по ссылке которая сейчас сверху выплывет и либо в описании будет эта ссылка в данном видео я более подробно описываю как ставить крылья из меха теленка из хвоста теленка из тела теленка но здесь мы не будем останавливаться надолго отрезаем пучок меха выравниваем его ступки подносим к нашему крючку отмеряем длину нашего будущего крыла я ее примерно беру длину крыла равной примерно длину длине крючка отмеряем подносим к точке крепления набрасываем монтажную нить и аккуратненько затягиваем и проматываем по направлению к загибу фиксируя наш мех на цвье промотав пару миллиметров остатки меха мы срезаем немного под углом для того чтобы наше будущее тело было имело более плавный переход без резких ступенек и остатки проматываем монтажной нитью монтажную нить возвращаем обратно к точке крепления крыла далее мы поднимаем наш наше крыло вверх и немного продавливаем его по направлению к загибу затем нам надо взять нашу даббинговую гулу и разделить наше крыло пополам затем промотав восьмерочкой между половинками крыльев после как мы промотали восьмерочку мы начинаем формировать пучок наших крыльев по отдельности с каждой стороны для этого немного распустим нашу монтажную нить до плоского состояния и промотаем каждый пучок от основания на пару миллиметров вверх по крылу и возвращаемся обратно повторяем ту же самую операцию и с противоположной стороной крыла и и и Далее монтажную нитью мы немного сведем крылья вместе промотав их между собой чуть-чуть и получаем с вами вот такое крыло Далее приступим к установке будущего хвостика мушки Для этого нам потребуется мех лося Мех я буду использовать от фирмы Feathers 4 Ссылочку я также оставлю на них в описании Отрезаем пучок меха, выравниваем его в ступке Также не забываем удалить подшерсток, чтобы он нам не мешал и не напитывал воду Подносим к нашей мушке Длину хвостика я беру примерно так же равной длине тела Может быть даже чуть-чуть больше Монтажную нить мы возвращаем назад к точке крепления хвостика Подносим мех и фиксируем на цевье И проматываем по направлению колечко Излишки отрезаем Закрываем остатки кончиков меха монтажной нитью Монтажную нить переводим обратно к точке крепления хвостика И приступим к монтажу следующего элемента Для формирования тела нам потребуется Бородка хвостового пера павлина И красный шелк Фиксируем Бородку пера павлина И начинаем формировать тело Мушку Промотав примерно 1 третью от тела мушки Мы фиксируем нашу бородку И излишки удаляем Закрываем все торчащие элементы И фиксируем красный шелк И формируем тело мушки уже в центре Проматывая шелк по направлению Загибу и обратно Фиксируем наш шелк И отрезаем остатки Далее нам надо сформировать оставшуюся часть тела Из бородки пера павлина Для этого также фиксируем на цве И проматываем по направлению уже колечко Теперь также фиксируем И удаляем Осталось делать за малым Осталось сформировать нам ершик мушки Для этого мы будем использовать Коричневое перо из седла петуха Под новощем немного нить Также не забываем, что у нас Ширина ершика будет равняться примерно На 1,25-1,5 ширине загиба Фиксируем перо из седла петуха Начинаем формировать ершик нашей мушки Начинаем формировать ершик нашей мушки Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Осталось следует... Продолжение следует... Далее ставим финишный узел. Наша мушка готова. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok